Доброго времени суток, друзья! Продолжаем мы с вами играть за Венгрию И у нас, как обычно, друзья, с вами бывает У нас с вами проблемы Проблемы, проблемы И еще раз проблемы Ну куда ж без них На этот раз проблема коснулась нашей казны, друзья Наша казна, она страдает Страдает, не шутя Почему страдает? Ну потому что Была такая, друзья, хрень Называлась казной правителя Вот если кто-то, ну, помнит первые серии Я наверняка показывал финансовый отчет И там была такая хрень Казна правителя И там было 4200 4200, друзья, по-моему, не сразу Но, тем не менее, 4200 Вот И за счет этого, в основном, вся наша экономика-то и держалась И денег мы так быстро набрали Там аж по 30 тысяч А король-то умер Появился новый А у него казна правитель не 4200 каждый ход А 200 И на казну вот такое-то лишение В 4000 повлияло, ну, очень сильно Во-первых, я быстро лишился всех своих накоплений А сейчас я вообще в минусе, в жестоком Но здесь это, в принципе, цифры не совсем правильные Тут просто я здание заказал Плюс войска заказал на остатки Так что немножко неправильно отображается Минус, на самом деле, не такой большой Минус примерно в 2000 сейчас у нас идет И что-либо с этим сделать Можно только если налоги в городах повысить Я не знаю, насколько удастся Даже Даже Шуть с ними С населением в минус будет идти Мне просто сейчас тупо нужно выйти в плюс Так, на 200 На 400 монет в эстергоме Можно повысить В Белграде В Белграде 150 Также где-то Здесь можно даже повыше сделать Вот как-то вот так Нет Здесь уже тогда сразу все красным становится Нет Вот так высокие налоги Брашев уже дальше и некуда Тут и так 75 Не получится Ну вот хотя вот настолько подняли Где-то монет на 400, на 500 Не знаю, насколько нам это поможет Но надеюсь Хоть как-то да поможет Это что касается денег Не знаю, как я буду из этого положения выходить Но мне, по идее, нужно хотя бы еще один город заплатить Где-то, чтобы он давал хотя бы полтысячи А лучше тысячу, конечно Ладненько Давайте дальше Дальше, дальше У нас такая серия с вами, знаете Полу-полу Подведение итогов Проходная Потому что каких-то серьезных событий у нас здесь не будет Ну ладно Дальше Хотел пожаловаться на венецианцев Которые собаки совершенно не дерутся с Византией Не знаю, почему они так делают Но я вот ни разу, сколько засылал агентов Врагу за дурацию Ни разу не видел, чтобы они сражения какие-то проводили Вот настолько обидно, что прямо уходят Я не знаю Вроде бы они с ними и воюют Войны это и не видно Киевская Русь с ними воюют Может киевляне надавят где-нибудь Не знаю С баей С баей пока что непонятки, друзья Основное, что мне сейчас жрет казной Это третий стег В котором Очень много наемников Ну как много Три отряда наемных Но тем не менее Вот не знаю, что делать Тут в принципе Как я вижу Половцы Воюют С Киевской Русью Да С Киевской Русью они воюют С Киевской Русью получается И с Византией И с Половцами воюют Надо им дипломата заслать Может задружиться как-то Как-никак до монголов Еще целых сто лет Нам еще эти сто лет прожить бы Ну вот Но я смотрю Они идут тоже на баю Их тут поменьше Чем в бае гарнизон Я думаю подождать В ходе как раз Если они возьмут в осаду То и пускай берут Но тогда Там даже без разницы Какой результат будут Захватят они Не захватят Так гарнизон ослабит А мы тогда этим Стэком пойдем В Торговишто А Торговишто Мне пришлось снова Нашего короля отрывать Потому что Византийцы Вновь согрались На наш форт Где один отряд Такой небольшой армии Которым С которыми Сегодня будем Воевать с вами Друзья Вот Ну и здесь Возле Скопье У нас идут Стратегическое Маневрирование Так сказать Мы туда-сюда Обратно Пляшем Ходим Я без вас Разбил Три отряда Византийцев Они реально Как тараканы Прут из всех щелей То есть я разбил Где-то в общей сложности Стэк Из малых отрядов И у них снова Вылезло Здесь отряд Здесь отряд Но этот тот Который был Возле Скопье Вот он Стэк Который был Возле Скопье Есть Фессалоник Еще он идет Одна армия У них тут еще Полный стэк Откуда Нарисовался Возле Софии С двумя баллистами Катапульт И такой Знаете Штурмовой Штурмовой стэк В основном Пехотка Скутаты Это конечно Очень опасно Я вообще Не понимаю Что мне делать Как мне быть Если эти два стэка Объединятся Это вообще Вынос будет Полный И рисковать Стэком Я не могу Я сейчас потеряю Хоть один стэк Это сразу Открытое направление Вот разве Что здесь Еще можно Что-то придумать Где король Там и король Терять второго Короля Я тоже не хочу Ну ладно Друзья На этом На этом Можно Экскурс Небольшой Прекращать Давайте Биться Я хочу Разбить Вот этот Отряд Здесь 400 человек Наше Превосходство Абсолютно Но здесь Мы видим Что у них Отряд Акритов Есть Два Отряда Туркополов Три Отряда Лучников И Копье Но Повозиться Придется Скорее Все Ну давайте Что-нибудь Придумаем Потому что если эти маленькие отряды не уничтожать Друзья Но это вообще жопа будет Тогда здесь вообще стеков будет Миллион Я не знаю Я просто сам за Византию играл И я представляю что такое игра за Византию Это Песет здоровый Здоровейшая империя Которую со всех сторон кто-то кусает Тут турки Там Русь Либо половцы Снизу Иерусалимцы Или египтяне Флот засылают Сбоку Венгры С венецианцами Идите за ногу Там не продохнешь Там каждый отряд Это писец На вес золота Но вот Играя за венгров Против византиц Как ты так Не скажешь Не складывается Такое ощущение Что Песец засады Скорее наоборот Нам засады Так Ладно Меньше лирики Больше дела Давайте Как-то Как-то что-то делать Придумывать Так Ну В линии не хотите Да Давайте так Тыкнем вас Чтобы вы успокоились Вас сюда Передняя линия Значит у нас Пехотка То что осталось От былой роскоши Давайте Защиту Поставлю Ну а Все остальное У нас Как вы видите Луккари Есть Болгары Но в принципе Коли можно не ставить Там все равно Одни застрельщики Они в чертши не пойдут Так Может вам Две линии Поставить Как-то Вот так Я думаю Будет Нормально Некоторым отрядом Можно поставить Огонь Нет Здесь не надо Вот этим Вот так Отлично Ну и все Начинаем битву Противник Он Вон он Мы ему сейчас Будем Заходить По флангам Но Особо Заходить Нельзя Там эти Конница Сагрится Ну и нафиг Мадеров Послать Можно Куда Нибудь Сюда Так Они Они к нам Не идут Все Все Как обычно Начинается Сейчас они Там Будут Строиться Здесь Будут Строиться Так Вы оттуда Свалите Напроще Ой Это Немного Раздражает Какую они Жопу Миру Полезут Теперь Туда Или туда Давайте Ускоримся Чтобы Время Не тратить Почем Зря Вот здесь Решили Да Так Отставить У них И кто-то Решил Полететь Давай сюда Подгребай А вы Давайте Ка Вот сюда Залезайте Почему Вы Идете Господи Свои Давайте Тогда Наверное Пехоту Вытянем Так Мадьеры Вперед Здесь Кто Застрелы Ну-ка Чарджик Организуем Давай Куда-нибудь Вот сюда Вот Спинку Да Сейчас Еще Было Лучники Страдают Да Отлично Давай Вот так Сделаем Пехотой Вы Сюда Шмаляйте Победе Еще Рано Но Пока Наши Воины Одерживают Так Наши Вошли Надо Выходить Надо Выходить Я сказал Выходите Выходите Так Вы Ребята Давайте Тоже Постройтесь По-человечески Мадьеры Мадьеры Шмаляйте Но Нельзя Так Близко Подходить К застрелам Боже мой Зачем Вы Так Близко Идете Так Давайте Конах Примем Попытаемся Принять В принципе 7% Потеряли На то Что Много Всадников Акрита Надо Кончать Скотов Этих Мадьеры Атакуют Если Ничего Не Изменится Мы Победим Ну Все Долесел Наши Конец И Уже Всадники Акриты Никуда От нас Не Отлично Половину Еще Так Половину Потом Потеряли 10% Уже От Армии Так Почему Ты Не Достаешь Да Ну ладно Так Конится 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 Давай Сюда Заходи По тылам Нужно Нужно Вот этих Принять Застрелов 42 Здесь Наши Мадьеры Копейщиков Стебут Пошли Сюда Ну В принципе В принципе Нормально Боже мой Лукари Хорош Хорош Меня Стебать Давайте Нашу Пехоту Посылать Туда Куда Та Лучников Тоже Ай Блин Молодцы Молодцы Дайте Мне Только Сделать То Что Я Хочу Враги Бегут С Все Да Уже Все Ладно Давайте Отводить Мадьяров То я знаю Сейчас Застреляются Так Гены Пошли Все Все Резать Конец В любом Случа Противника Убежит Хорошо Можно Ускориться Чтобы Этот Процесс Как-то Побыстрее Шо Ну вот Очередной Полустэк Убили Это Хорошо Это Победа Это Очень Хорошо Вот К сожалению Этот Стэк Годится Только Для Того Чтобы Вот Такие Недобитков И Резать Либо Вполнением Выйти Один На Один С Взантийским Полным Стэком Это Самоубийство Потому Что Ни Пехоты Нет Нормальной Ни Конец Нет Нормальной Ничего Нормального Нет Более Менее Еще Стрелки Есть И Все Я Уж Даже Из Копей Генерала Вывел Потому Что Страшно Реально Страшно За него За Донатика Нашего Не Будем Искавать Так Вот Здесь Мы Можем Проатаковать Ушел Ушел А Здесь Не шутя Еще Шесть Отрядов Идет Какие Там Скутатики Недобитки Откуда Вы Такие Взялись Вот С ними Надо Будет Еще Бороться Опять Таки Еще Придумывать Что Будут Делать Византийцы Этими Двумя Своими Целыми Стэками Эти Кстати Могут И на Белгород Пойти Запросто А что У них Там Силище Просто Мрак Эти Тоже Могут Куда Угодно Пойти Жесть Ну Ладно Давайте Нашим Королем Разобьем Вот Этих Ребят Попытаемся По крайней Мере Потому Что Здесь Ситуация Посложнее Тут Вообще У нас Никакого Преимущества Нет По Численности Только Монету Численность Нивелирует Своим Командирами Так У них Значит Два Конных Отряда Акритов Плюс Лучники Туркополы При этом Четыре Отряда Лучников Два Отряда Еще Застрелов Акрит И Просто Так Маневрировать Мне никто Не даст Да Ну У нас Здесь В принципе Мадьяры Имеются Можно Ими Патролить Если Аккуратно Ну Давайте Пробовать Давайте Три Человека Сколько Мне уже Два Или Три Хода Не дают Отойти От Этой Крепости Блин Но В принципе С одной С одной Стороны Неплохо Они Сюда Посылают Такие Небольшие Отряды Либо Полустеки Которые Довольно Таки Легко Королем Убиваются С другой Стороны Если бы Не они Я бы Уже Давно Бо Взял Траговиш Так Ну Жесть Вообще Да Чуть Попроще Лучше Вот это Оставить А то А то Совсем Плохо Так Давайте Так же Снова Фланга Нашей С другого Фланга Мадьяры Конные Лучники Ну И Наша Пехота И лучники Ох Мать Ох Мать Что же Делать Будем Так Но У нас Здесь Я так Понимаю Да Отлично Отличная Диспозиция Значит Тогда Пехоту Мы засунем Вниз Ага Вниз Засунем Сейчас Засунутся Как то Вот так Пускай Будет Все Остальное У нас Лучники Сделаем Их Вот так Выведем Отдельно Значит Стрелков С самострелами У нас В принципе Есть Два Бал Отряда Болгара Которых Можно Впереди Разместить С ихними Копьями Конечно Сомневаюсь Что нам Это что-то Даст Но А вдруг Вдруг Кто-то Налетит На них На Все Эту Хрень Как то Вот так Поставим Болгар Потом Отведем Да Ну и конечно Страшно Страшно Мне За ребят С самострелами Ну Надеюсь Сможем Их Перехватить Так Мадерчики Бегут Сюда Кто Здесь У них Конные Стрелки Туркополы Так То На то И выйдет Ну Посмотрим Посмотрим А Туркополы Тоже Особо Не спешат Все Шмаляйте Так Здесь Кто Акрыты Конные Ну Ну давай Король Покажи Себя Во всей Красе Так Аюшечка Аюшечка А что ж Ты так Встал Там Блин Мышка 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 Забыла Про мушку Честно говоря Ну Ничего Страшно Так Конец Отходим Что У меня Старкополы Моими Пока Все Складывается В нашу пользу Если Ничего В принципе В принципе Нормально Нормально Здесь Более Менее Все Нормально Так Свою Залево Налево Уходите Ребята Уходите Здесь Жарбалечки Шмаляет Дуром Просто Дуром Шмаляют А где Мадьяры Мадьяры Отошли Да Давайте Пошмаляем По этим Пока Конные Стрелки Да Колеблются Ну давайте Попробуем Тогда Их добить Чтобы Они Больше Не ползали По нам Да Так Мадьяры У нас Троллит Тяжелую Конницу И Она Пошла Она Пошла Арбалетчики Все В ваших Руках Все В ваших Руках Гены Вернитесь И ударьте По тылам Так Вы Продолжайте Мадьяры Преследовать И бить Ну Арбалетчики Давайте В упор В упор Шмальните Иначе Вы сейчас Кончитесь Одного Убили Вроде Как Пока Все Складывается В нашу Ну вот И гена Вышла На Наша Позиция Победим Отлично Не знаю Что там Изменится Что не Изменится Пусадники Акрыты До сих пор Живы В чем Жопа Там Так Ребята Вот этих Вот принимается 17 человек Так Здесь Хорошо Разогнали Они Более Менее Этих Застрелов Давай Дальше Продвигайся Ох Мать Ох Мать Как вас Убивать Соволочей Три отряда Стреляют И Бестолком Враг Потерял Половину Бойцов Так Уходите Сюда Что у нас Там Так Так Давай Давай По тылам По тылам Гуляем Гуляем По тылам Ну и Перный театр Бегите Уроды Может хоть так поймете Что вам делать Надо Армию То мы Разогнали По большому Счету У нас Проблема Осталась Одна Это Вот эти Уроды Которых Тут 24 То есть Толком То еще И не Убили Даже Так Тут Разогнали Давай Сюда Входи По большому Счету Армии То у них Если Нет Каких Скутатов Там Схолариев У византийцев Армии Это Вполне Себе Убиваемое Но вот Их не Генеральские Отряды Либо еще Какие Нибудь Это просто Смерть Смерть Всем Так Группу Распущу Нахрен Это вы Как то Тупите Сильно Арбалетчиков Не Разогнали Эти Ребята Да Давайте Давайте Пехотка Пехотка Давай Эти Накидывают Эти Накидывают Все Накидывают Еще и вас Пошли 19 Человек Хотя От этого Понта Там Так Здесь Пошли сюда А то По нам Шмаляют Что не изменится Мы Победим Ну Может быть Может быть В принципе Пехоту Мы Византийскую Все Убили Да А это Значит Можно Взять Пехоту И сюда Послать Так Мантьяры Я надеюсь Вы убегаете Убегаете Сколько Их 21 Еще Так Давайте Короля Отведем Вот Этих Займемся Здесь Все У них Армия Кончилась Вот Сколько Мы Будем Убивать Эту Гнусность Я Не Знаю Пока Все Складывается Ну Давайте Давайте Бегите Мы Победим Подкрепление Пришло Но Надо же Радость Какая Нам Подкрепление Пришло Так Вы Будете Кушать Давайте Вот Этих Десятерых А вы Вот Этих Принимайте 38 Копейщиков Еще Так Здесь Что Происходит Здесь Пехотка Такие Добралась До этих Гнусов Давай Мочи Их У меня Пехоты Хватит Чтобы Замочить Интересно 15 Осталось Давай Давай Кушай 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 Вы Давайте Сюда Подгребайте Я чувствую Если Побежит Вражеский Генерал Его Конец Можно Попробовать Будет Перехватить Хотя Скорее Мадьяры Перехватит Чем Гена Наш Десять Осталось Ну Давай Пехота Нагибай Ты Могучий Вонючий Пахучий Убивай Этих Гадов Чтобы Всю Жизнь Калась Так Лучников Надо Отставить Стрельбу Потому Что Там В основном По своим Уже Сейчас Будем Попадать Так Гена Гена Куда Ничего Сюда На Перерез Они Убегают Нет Они Еще Не Убегает Их Семеро И Они Еще Будут Сражаться Ребята Чего За Ним Не Идете Вам Приказ Уже Раз Пятьсот Дал А Они Сейчас Бегут До Лучников И Вообще Жопа Будет Они Именно К Лучников Бегут Твари Боже Боже Давай Сюда Переведем Они Побежали Наконец Так Пошли За Ними Мадьяры Пошли За Ними Генов Пошли На Них Все Все На Них Идут Говори Хорош Стрелять Просто Догоните И Все Вы Быстрее Чем Они Бегают Ну Хотя У Нас Наши Гены Быстрее Тоже По Скорости Должны Убить Ну Вы Че Остановились То Оставили Одного Гену И Остановились Догоняйте Догоняйте Гада Догоняйте Ну Же Я Хочу Увидеть Его Смерть Как Он Сдохнет Да Вы Надо Мно Стебетесь По Моему Наконец Наконец Друзья Все Не Ушел Не Ушла Эта Гадость Сдохла Тимофей Малиосинос Нет У вас больше Тимофея Все Заканчиваем Эта победа Прославит Доблестных И отважных Воинов Господа 300 человек Потеряли Но опять Если бы Не генеральский Отряд Все Было Гораздо Проще У меня Два Отряда Выжило Элементарно Потери Было Гораздо Меньше Ну А тут Такие Генералы Что Теперь Говорить От Лычек Понабрали По Две Штуки Наши Гены Взяли Еще Мохочие Люди По Одной Лычке И на этом Все Да Что же Неплохо Неплохо Друзья Вполне Неплохо Неплохо Ну и Теперь Будем Будем Думать Что же Делать Как же Быть Посмотрим Как Как поведут Себя Византийцы Как они Будут Маневрировать Что Делать Да Конечно Что же Казнить Казнить Во Вот Это Друзья Вообще Шикарно Тысяча Лишнее Мне Очень Пригодится Сейчас Это Просто Классно Король Наш Получил Плюс Один Командованию Растет Потихоньку Парень 18 лет Ему Уже Не шутся Конечно Он Еще Не Папа Но Уже 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 Неплохо Неплохо Так Наших Значит Ребят Надо Максимально Отводить Теперь Чтобы Вдруг Каком Степ Не Догнал Ну и Конечно Им Нужен Нужен Подкреп Очень Сильно Нужен Я тут Прямо Стопудово Только Где Взять Подкреп Ну в принципе Ваше Величество Вот эти Два Отряда Можно Взять Только Я не знаю Надо Глянуть Барашев Не Забунтуют Забунтуют Нельзя Забирать Жаль Жаль Хотя На следующий Ход У нас Еще Один Гена Подойдет Турда Да Будет Три Генерала Здесь Ну ладно Друзья Теперь Буду Ждать Пока У меня Вот Этот Стэк Торгови Что Не Дойдет И что То С этим Будем Делать Опять Таки Надо Посмотреть Может Без Киевля Еще Не Будут Брать Вас А Дубай Нам Самим Это Придется Делать А Короля Тогда Посылать Торгови Хотя Византий Наверняка Этим Воспользуются Пытаются Снова Захватить Крепость В общем Тут Вариантов Море Будем Смотреть Что Они Придумают А на Этом Сегодня Все Спасибо Что Смотрели Не Забывайте Ставить Лайк Писать Комменты И Конечно Подписывайтесь На Канал Всего Хорошего И Удачки